Профессия доктора Ольгу нашла сама. Папа работал врачом, мама – учителем химии. В детстве на стенах комнаты вместо плакатов со звездами у будущего невролога висела таблица Менделеева. А наряду с обычными игрушками был самый настоящий фонендоскоп. После медуниверситета интернатуру Ольга Раальдовна проходила в больнице имени Марзона. Там же начался и полноценный профессиональный путь. Десять лет проработала в инсультном отделении. Теперь же она заведующая неврологическим отделением БЦБ. Здравствуйте. Ну, как ваше самочувствие? Нормально, хорошо. Все нормально, как спали? Хорошо. Решать головоломки, соединять воедино все улики и распутывать клубок тайн – все это слова отнюдь не про частного детектива. Разгадывать сложнейшие ребусы приходится и врачам-неврологам. Единственная разница – врачи не испытывают радость после раскрытия очередного дела. Ведь диагнозы, к которым они приходят, бывают не самые оптимистичные. Вот у нас участились заболевания аутоиммунного характера. Наверное, слышали боковой амиотрофический склероз. Иногда не очень радуемся тому, что все-таки то, что подозревали вначале, то находим и сожалеем о том, что нашли. Потому что заболевание не хорошее, не курабельное, приводящее к печальному результату. Отделение неврологии рассчитано на 60 мест, которые, к сожалению, почти никогда не бывают пустыми. Возраст пациентов здесь самый разный. Это и люди постарше, и совсем молодые. Чтобы не попасть в неврологическое отделение, Ольга Шилык рекомендует вести здоровый образ жизни. Отказаться от вредных привычек, чаще проводить время на свежем воздухе и хотя бы 15 минут в день уделять небольшим физическим нагрузкам. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан. Итоги недели.